Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Также в пике от команды MVP Phoenix, Клоквич, Доктор, Скайросмаг и Квин оф Пейн. Получится ли у антимага, на котором, скорее всего, будет играть Фени, что-то ответить команде Минески, увидим немного попозже. В бане у нас со стороны Минески уже Бэтрайдер, Энигма, Тролль и Феникс. Феникса против Феникса. Все нормально. Так, в это время у нас Рубик еще отлетает для Минески, а команда Феникс забанила Войда, забанили Шейкера, Леона, Бестмастера и Венжи Фулл Спирит. Ну, по пику у Минески, в общем-то, что-то вырисовывается. Сложная Клок, Мид, Квин оф Пейн, два саппорта на легкую для того, кого сейчас в течение 25 секунд пикнет команда Минески. И у Феникса тоже осталось совсем немного времени для того, чтобы у Флейнера, как я понимаю, пикнуть, если это, конечно, будет не Зевс. Ну что, ждем, 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 ждем. Кто будет фармить у команды Минески? Войд у нас в бане, антимаг у нас для Феникса. 9 секунд. 9 секунд. Фантом Ланцер. Приехали. Ударим Фантом Ланцером по неконтрящимся персонажам команды МВП Феникс. Все теперь контрится. Все теперь решается и решается элементарно. Фантом Ланцер, Диффуза, Зевс у нас горит, как сумасшедший. Шторм у нас горит. Все горят, все, ГГ, конец игры. Ну, если, конечно же, Фантом Ланцеру дать расформиться. Понятное дело, что МВП стараться будут загнобить его. Но вот противостояние 4-го против 5-го, я имею ввиду антимага против Фантом Ланцера, за этим интересно понаблюдать. Если игра перейдет рубеж в 30 минут, у нас такая битва титанов будет, что экран дрожать будет. 10 секунд остается для команды МВП Феникс. Последний персонаж. Кто уйдет у нас в сложную? Дизраптор. В сложную, видимо, отправится Зевс, как я понимаю. Или 2-1-1. 2-1-2 будет. Чен отправится в мид. Фени у нас берет Шторма фармить. Кьюо. Кьюо, Кьюо. Куда Кьюо? Видимо, Феникс отправляется опять у нас в мид на Шторме. Да, марш у нас на Зевсе уходит в сложную. Кьюо на антимаге. И саппортить его будет АЦОВ. Ну и Чен у нас лесной парень. Со стороны команды Минески. Джей будет фармить на Фантом Ланцере. А кто же еще? Писали у нас в чате, что Джей Дно, Джей дали расформить. Мне бы дали так расформить. Донному персонажу вряд ли бы. Я 870 набрал. Дело даже не в спаунах, а дело в крутейшем тайминге. По вопросам респауна крипов, по вопросам перемещения по географии. Это со стороны кажется, что просто бей-беги от антимага. Но если бы там был ГПМ, скажем, 600-650, да, можно было бы оспорить и обсуждать. Там ГПМ почти под 900 был. За 26 минут. Это я вам хочу сказать, дном здесь и не пахнет. Ну и Джей реализовал своего персонажа, реализовал на 5 с плюсом. Задумка 5, реализация, я думаю, где-то 6. Так, 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 так. Ну, раз уже повелось у нас, возвращаемся к классическому интерфейсу. Все, в принципе, готовы. К матчу можем посмотреть пока кто во что оделся. Хотя по персонажам тоже пробежаться стоит. РР играет на Вич Докторе. 5-5-9-3 Ова играет на Скарес Магги. Джесси Вош в сложную на Клокверге. Ку-Ку на мид отправляется на Квапе. И Джей фармит легкую в окружении двух саппортов Вич Доктора и Скарес Мага. Со стороны команды MVP Phoenix, которым надо теперь отковыриваться. Ну, получится ли отковыряться от Фантом Лансера, это действительно вопрос. Со стороны MVP Phoenix в любом случае по лайнам. Зевс, на котором играет Марш, отправляется в сложную. Я так думаю. Надс на Чене играет в лесу. Кьюо у нас отправляется фармить на легкую. Ему помогает АЦОв на Дизрапторе. И Фенни уходит в мид на Шторм Спирите. Уже стоит команда MVP Phoenix на топовой руне. Здесь опять же игроки команды Минески. Возможно, у нас будет первая встреча. Это было бы интересно. У Лансера аж глаза загорелись, когда он услышал о первой встрече. Да, Лансер деловой с этой игривой. Это уже вам не кот. Уже серьезный парень. Заходят в спину команде MVP. Вижена, как я понимаю, нет. Вижен ставит команда Минески. Джей спускается у нас с хайграунда. Кьюо не собирается здесь драться. Джей уже своим видом грозным. То дно, о котором вы рассуждали. Одним своим видом пугает команду MVP. Опять же, без артефактов, без левела, без ничего. Все, MVP забирают нижнюю руну. А команда Минески забирает руну на топе. Квапа. Ну, в общем-то, все нормально. Мидеры забрали баунти, расходятся по своим лайнам. У Квапы такой красивый наряд. Рарные крылья. Все серьезно. Квапа у нас деловее некуда. Шторм против нее стоит. Шторма. Тоже имморталовская шляпа. Шторм. По моде одет. Все хорошо у него. По начальному закупу. Что можно определить. Шторм готов фармить. У него есть ноуталисман. По дэмиджу все нормально. 63. У Квинов Пейн 64. Потому что тоже есть ноуталисман. Ну и две веточки, две веточки. Все хорошо. Единственное, что не хватает, это пробустить шторма. Нет, Шторм у нас купил свои ветки. А Квапа пока что с чужими бегает. Разумеется, и денег у Ку-Ку немножко побольше. Здесь у нас Фантом Лансер на одном лайне против антимага. Битва Титанов начинается не после 30 минуты, а уже началась. Минута прошла. Смотрим, что вообще творится на топ-лайне. Это наиболее интересная линия. Здесь у нас Джесси Уош против Зевса. Зевс подходить не будет. До 6 левела Зевс должен быть в безопасности. Джесси Уош с тапком. Ну и Зевс понял, что лучше бы с тапком быть. Потому что поймают и развалят. Кьюо уже на лохэп у нас отваливается. Уходит в лес. Надо как-то хилиться. Джей фуловый. Здесь есть чем цеплять. Вич доктор. Здесь цеплять толком нечем. Можно поставить кинетик филд и можно глимсануть. Ну, чуть-чуть надо мажить. Но, по-моему, каски будут повыгоднее, чем любая молния от Дизраптора или тот же Глимс. Джей начинает гонять Кьюо. На ланс не хватает пока что МП. Джей по хп теперь просядет, будет поспокойнее. Кьюо отъедается деревьями. Скоро деревьев уже не будет. Кьюо получает у нас от Вич доктора. Но здесь реальная рубка на топ-лайне. Главное не пропустить какой-то фраг. Но если он будет здесь, то пропустить его будет еще обиднее, переключаясь по таким тусклым линиям, как мид. И сложная, которая вообще ни о чем. У Хьюо 330 хп. То же самое у Фантом Лансера. Идут очень ровно. По крипам Лансер пока получше себя чувствует. 9 на 6 у нас у Джей. А Джей начал харасить от Сиофа. И в это время рассыпается у нас Зевс. Просто хастай. И я вам говорю, все очень просто. Батарея саут. Коги. И развалился Зевс. Ну ладно, давайте перекрутим. Лишь бы... Да, там вроде разошлись. Ну все. На хасте ворвался. Марш закрыл в когах. Марш здесь стоит. Нижнюю даже дать толком не может. Марш умирает. Все. К игре. Все. Марш рассыпался под батарея саутом. Драка начинается в лесу. Здесь еще и Кентавр. Кентавр топал уже. Значит, никакой неразберихи в файте не будет. У Джей 770 на руках. Что у Кьюо? У Кьюо Пурменшилд. И действительно Пурменшилд определяет то, что творится у нас с Кьюо. Кьюо действительно немножко бомжует. Щиток есть. 800 на руках у нас у Фантом Лансера. Аквила уже должна быть готова. Курьер, курьер. Что ты нам несешь? Где курьер? Куда ушли деньги? Где деньги Фантом Лансера? А, Тапа купил у нас Джей. Да. Упустил этот момент. Думал, будет Аквила появляться. Пока что просто базилка для Джея. По ХП. Если проседает, там уже деревьями будет. Хилиться, да. Курица несет танго. Куда выдавили Кьюо? Где он? Кьюо отправился на нижний лайн. Кьюо понял, что лучше не стоять на топе. Действительно, он очень сильно проседает по фрагам. Ну, по крипам. Невозможно фармить совершенно против Лансера, против Вич Доктора. Подходишь, сливаешься. Подходишь, сливаешься. И здесь Кьюо жизни никто не даст. На отходе Джей Вош еще ракетой отбросился. У Кьюо 12 на 1. У Лансера 18 на 9. Что интереснее, чем они есть? Если что, скажите. Куда переключиться? Пока что я интереснее, чем контест между Фантомом, Фантом Лансером и Антимагом не вижу. Здесь Тапок, здесь Базилка и здесь тоже есть Тапок. По Нетворцу у Джея 1800, 1900 даже. У Джея и 1500 у Антимага. Разница небольшая, но она присутствует. Опять же, всего четвертая минута. Кьюо в Соло остался. Куда ушел Зевс? Марш отправился на топ. Трипла против Триплы. Только Марш поменялся местами с Кьюо. Джей Си Вош, в принципе, Антимага может здесь погонять. Когами надо лишить его маны и дальше попытаться. Ну, Джей Си Вош ждет. Пытается поймать его, поймать Антимага на блинке. Пошел у нас Сайленс. Антимаг без маны на блинк не хватает. Еще очень долго не будет хватать. Батарея Саут, Кьюо разваливается. Ракета еще от Джесси Воша. Даже не будет ракеты. Антимаг умирает от рук Скайрос мага. Приехали, дожили. Зашли, раздеваемся. 633 на руках у Джея. У Антимага беда и печаль. Так, у нас по ХП Шторм проседает от кого? От Ку-Ку. Шестой левел есть у Квапы. И шестой левел имеется у Шторма. Стоят относительно ровно. По Крипам 22 на 4 Шторм и Квинов Пейн 26 на 6. Разница небольшая, при том, что Шторм ушел. В общем-то, это все понятно. Есть у Шторма банка, есть Нул Талисман. У Квапы тем временем то же самое. Все идентично. Абсолютно зеркальное отражение друг друга. Возвращается у нас на мид Фени. Антимаг вернулся на сложную фармить. Против Скайросмага. Со старта этот Скайросмаг просто задолбит беднягу Кюо. Здесь невозможно будет стоять. Нон-стоп будет спам всем, чем только можно. Я, конечно же, говорю о конкасе в шоте, о голубях. Ну что? Дизратор пришел на помощь. Пришел на помощь Натс. У Натса есть адский медведь-крушитель. И, конечно же, вожак волков. Ну и рожа у тебя, вожак волков. Это жуть вообще. Кто прописывал доту? Ну, как можно было собаку сделать такой уродливой? Не понимаю. Ладно. Не мое вообще это дело. Кюо отправляется во вражеский лес фармить. Здесь у нас увидели. Ациофа. Ациофа цепляют. Квапа готова, я думаю, ультануть. Правда, маны нету. Квапы ультануть. Куку продолжает погоню. Натс на лоу ХП. Пошла ульта у нас от Зевса. Куку проседает. Еще немного остается до Соник Вейва. Соник Вейв двоих здесь заберет. Антимага не видит у нас куку. Да, Соник Вейва немножко не хватает совсем. Все, АМ отсюда ушел. Начали гонять у нас зверей. Кюо здесь просто врывается квапа и дает Соник Вейв. Умирал бы у нас. Антимаг Скайросмаг тем временем погибает от Штарма. Фени тоже решил не быть лишним на этом празднике жизни. Ворвался и забрал Скайросмага. 4-1 Минески впереди. Джей все это время фармит на топе. Да, тут пришел матч. Немножко ему настрелял. Но Джей фармит. Джей никто не мешает. 38 на 14. Фадом Лансера 1400 уже на руках. По Нетворцу он на втором месте. Проигрывает только своему тиммейту Куку. 1-0 у Куку. У Джея 0-0-0. Джей в драках не участвует. Джей дело фармить. Он этим делом занимается. И как показал прошлый матч. Матч делает свое дело довольно хорошо. Полторы тысячи на руках. ПТ нет. Седьмая минута. Матч по-моему динамичный. Или просто я настолько вжился в данный матч, что кажется, что уже очень долго его комментирую. А на самом деле всего 7 с лишним минут. Пауз тоже у нас не было. Джесси Вош в Коге закрывает Кио. Кио есть блин. Он отсюда уходит. Но продамажили у нас Кио. Регеница тоже пока что есть чем. У Кио есть на данном этапе Ring of Hells. Ну вспомните игру прошлую. Минески. На 8-ой минуте у Кио был практически, на 9-ой минуте практически собранный Battle Fury. Уже был Broad Sword. Уже был Power Threads. Тут Stout Shield был вместо Poor Man Shield. Был Claymore. И там через 2-3 минуты по факту должен был Battle Fury уже появиться. Есть ли такое у Кио. Хоть опрос запускай в группу. Нет. Такого у Кио нет и не будет, я думаю, точно. Тут надо только Rampage где-то замутить. Но для этого должны руки и ноги у всей команды Минески отказать. Чтобы они впятером отдались. Пока что Минески доминируют. Причем ощутимо. Полторы по золоту. И по экспириенсу порядка тысячи. Давайте по артефактам посмотрим. У Доктора пока ничего. У Квапы. Так, ульта пошла от Зевса. Куда эта ульта пошла от Зевса? Где сам Зевс? Нало ХП у нас. Клокверк. Ну, увидели, как умирает Клокверк. Кио фраг не забирает. Правда, Кио получает 1 ассист. 0-1-1 у Кио. КДА. В куре ничего ему не летит. И даже не лежит. Врыв у нас от Куку рассыпался на куски. У нас Кио доигрался. Антимаг на сложной. Ку-ку под Хастой. К тому же еще ходит. Бегает за Марчем. Марча тоже можно цеплять. У Марча нечем. Верхний еще 4 секунды не будет. Но здесь Дезраптора. И через Болл Лайтнинг врываются у нас. Квапу. Квапа отсюда улетает. Болл Лайтнинга не хватает. А нет, все у Фени хватает. Нормальный Болл Лайтнинг. Все хорошо. Провязал здесь Сол Ринг. А вот теперь Фени явно пожалел о том, куда ворвался. И в соло Джесси Вош разбирает у нас Джесси Вош. Аж произносить неприятно. Джесси Вош. Так назовем его. Шторм Спирит разлетается у нас от оффлейнера команды Минески. Ну классно. Классно подрались 7-3. Минески по-прежнему впереди. По золоту более полутора. Даже к двум приближается их преимущество. И по экспириенсу за тысячу перевалило Тавара. Команды Минески стоят. Также стоят Тавара команды MVP. 10 минут позади. Выходов на вышки еще не было. У Кио по-прежнему. Один Ринг оф Хеллз. У Кио беда. А не ситуация, что у Фантом Ланцера. Ланцер и выйдет. Здесь очень много чего. Но у Льтузи в Саланцер за и выйдет не может. Наконец-то развалился у нас Джей. Кио продолжает драться. Кио, по-моему, даже забирает фраг. Да, Вич Доктора забрал у нас антимак от MVP. 7-5. 2-0 подрались. Где Квапа? Куда кричит Квапа? Где она? Квапа у нас зверей. Кричит на зверей на реке. Слышали меня со стороны люди более взрослого поколения. Старшего Квапа кричит на зверей на реке. Это же ужас, а не предложение. Русский язык плачет и переворачивается. Кио у нас в Коге бьется без маны. Практически. Тут на один блин хватает. Ну, на два с натяжечкой. Все, у Чена постепенно вырисовывается Мека. Натс уже имеет Баклер. Есть у него Хедресс. И 500 на руках. Так, так, так. Врыв у нас Фантом Лансера. Ну, где? Где это все происходит? Фантом Лансер здесь нас ложен. Еще одна верхняя. Фантом Лансер должен умирать. Ну что, марш дает ли верхнюю? Нет. Дает верхнюю. Опять загнали у нас Джея. Две смерти уже от Джея. Чен проседает по ХП. Здесь Вош вот куда он влетел. Вместе с Куку. Вместе с 5593. Влетает у нас в беднягу Чена. Чену теперь побольше до Мекки собирать. Развалили Чена. Забрали у Деда пенсию. Все. Теперь до Мекки еще собирать и собирать. Джей умер два раза. Это неприятно для команды Минески. 100%. 0-2-0. Когда у Джея, у него правда есть Мидас. Но Мидас не убивает. У Кьюо постепенно вырисовывается Пауэр Трэдс. Это уже лучше, чем просто сапог. Есть Пауэр Трэдс в ответ от Фантом Лансера. Понял он, что лучше бы закупиться и поживее быть. Потому что Зевс нереально напрягает у нас Пээла. Не хотелось бы, конечно, наблюдать в финале этой игры какую-то игру в одну калитку. Какой-нибудь хэштег Пээл не контрится. Вот. Поэтому хотелось бы действительно, чтобы Кьюо что-то подформил. Кьюо... Где у нас Куку рассыпается? Куку на нижнем лане рассыпается. Зацепили его. В это время команда Минески отправились забирать Тауэр по топу. Летают каски по зверюшкам. Пээл этих зверюшек нормально режет. Скелетон Вариор упал. Ну все. Нет будущего. Нет пути. Скелетон Вариоры рассыпались. Минески выходит на Т1 по топу. Здесь по-прежнему внизу у них Т1 на легкой стоит. MVP свой Тауэр теряют. Дефать некому. Там по МП, по ХП плотно проседает Кьюо. Кьюо вроде бы и барахтается с Тауэром. Но сейчас вся команда Минески, я думаю, отправится вниз. Все. Забрали Тауэр. Пээл. Тауэр. Зала схитил. У Пээла пока выхода в диффузо нет. Есть зато все. Все необходимое для... Сами видите чего. Владмир появляется у Пээла. 13-ая минута. По таймингу нормально. Никаких феноменальных скоростей мы здесь не видим. Все. В общем-то, ровно Куку здесь поймали. Через Вортекс Куку должен успеть улетать. Куку улетает на лоу ХП. Он уже в драке не участвует. Соник Вейв у Куку есть. Может быть, есть смысл ворваться. Кьюо гоняет у нас Куку. И не хватает у Кьюо маны на Манавоид. Рассыпается под Мистик Флэером. Скайрос Маг второй раз унижает Антимага. За всю ту боль и унижение, которое Скайрос Маги всего мира испытали от Антимага всего мира. Понятное дело, Скайрос Маг в будущем сладкая цель для АЭМа. На данном этапе Скайрос Маг гораздо быстрее разбирает АЭМа, чем тот может себе даже представить. Есть у нас у 5-5-9-3 2-0 Талисмана. Есть Бутсов Спид. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Скайрос Маг у нас от зверей здесь разваливается. Да, через Вортекс забирают. И Шторм убивает Мага. В общем-то, вроде бы и в соло. Как нам пишет статистика. А по факту там звери развалили беднягу Петуха. Ну, какое-то противостояние опять звериное. Петуха убили кони. Жуть. Фантом Лансер на данном этапе имеет 316 по голде. Владмир уже прилетел. Так, здесь у нас гоняют по лесу Ациофа и Марша. Все до поры до времени. Марш рассыпается. Ациоф забирает его. Ставит статик Шторм себе под ноги. Надо было бы подальше. Под Эзвардом Доктор разваливает у нас Дезраптора. И лучше бы отсюда уходить Вич-Доктору. Вич-Доктор под Мистик Флеером. Там также и Фень у нас разваливается. Что делает Скайрос Мак? 4-2-4. 4-2-2 даже. 4-2-2, да. Счет у Овы. Ова, по-моему, играет нереально крутую катку. 3-3 подрались. По золоту никакой разницы. По Экспириенсу тоже никакой разницы. Но что меня радует больше всего, что Скайрос Мак перестал быть бесполезным. Все, что я наблюдаю за последнее время, я не устаю, как бабка под подъездом, повторять. Скайрос Мак самый сладкий, самый умирающий, самый донный персонаж вообще Эва. Но здесь Скайрос Мак, опять же, на место ставит мои доводы и показывает, что он может не только умирать по КД, но драться, помогать команде и делать вообще какие-то полезные вещи. В Мистик Флэйры заходят расчудесные. Очень удачно ловит момент у нас Ова. И в этом действительно его заслуга, а не заслуга персонажей. Как-то после Лайтнинг Бола ловит Сайленс. Как-то ловит Сайленс под Статик Шторм. Где-то ловит на попытках законтрить того же Вичдокера с Тесс Вардом или напасть на ту же Квапу на Лоу ХП. Хорошо Овы получается. Он реально отыгрывает как саппорт и как саппорт самой высокой градации. Приятно на это смотреть. У Кьё тем временем имеется уже Клеймер. Осталось до Бродсфорда еще 850 золота. Пэйл стоит здесь ждет. Чего ждет Пэйл непонятно. Тауэр на Лоу ХП. Здесь должны забирать Тауэр. Здесь одни звери могут развалить Тауэр. Плюс втроем команда МВП. Уже они близко к Т1. Натс. Так куда, 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 куда ты полетел? Ворвались у нас на Шторм Спирита. Развалили Шторм Спирита. В это время готовится выход на Т1. Глимсанули у нас Джея. Джея должны разваливать. Поймали Джея в сетку. Марш верхняя. Ульта есть. Чен забирает у нас Джея. Но особая заслуга здесь, конечно же, Зевсу. Под ноги Статик Филд. Под Эрр. Эрр разваливается Джесси Уош. Тоже неплохо надамажил. И еще один крутейший Мистик Флеер от Скайрос Мага. 4-2-4 у Ова. 3-2 подрались. Убили Шторма. 2-2 подрались на нижнем лайне. Все хорошо. Правда, умер Пэйл. Здесь не умер Кьюо. Кьюо продолжает фармить. У Кьюо дела постепенно идут вверх. 6-300 он насобирал. 7500 у нас у Фантом Лансера. Но Фантом Лансер 1-3-0. Фантом Лансер контрится. Контрится, если эта контрится начинается с ранних левелов и с начального этапа игры. Конечно же, он не контрится, если 40 минут стоит смотреть, как он фармит. Давайте графики посмотрим. 1000 Минески. 750 тоже Минески по опыту. Это вообще не графики. Падает Тавр и у нас опять пересекается черта нулевая на данном этапе игры. 18 минут позади. У Наца есть Мека. Есть 180 сверху. У Кьюо летит. Скорее всего, да, уже летит Баттлфьюри. Ку-ку врывается и может, в принципе, разрывать у нас Кьюо. Но варвиста крит не на него. Наори на мужика. Сделай что-то. Квопа у нас слишком лояльно отнеслась. Кьюо. Антимага не развалили. Кьюо продолжает бежать за Квопой. А вот этот парень, по-моему, без принципов совершенно. Мановойт сейчас будет в лицо. Ку-ку. Ку-ку, скорее всего, убегает. Соник Вейва нет. Квопа прыгает. Наконец-то. Нарала на мужика, но, наверное, поздновато. Разваливается у нас Квопа. Тут под Дезвордом. Каски сразу на двоих летают. Фени проседает по ХП, но не умирает. Один антимаг у нас умер. Глимсует у нас здесь Ову. Ова Мистик Флэр под ноги сразу двум. Марш на лоу ХП. Ациофф на лоу ХП. Но здесь на двоих уже разобрали Скайлосмага. Пока что 3 в 1 драка. 19 минут. Так-так-так. Куда марш? Марш на базу. Все, 3 в 1. Смотрим Fight Recap. 1100 заработали игроки команды MVP. 458 потеряли Минески. Фантом Ланцер тем временем выходит постепенно вот во что. Диффуза выходит. У нас Фантом Ланцер есть кого контрить. Дезраптора надо цеплять. Надо вообще забыть об этих статик-штормах. Если у тебя есть в пике Фантом Ланцер с диффузами, Дезраптор невероятно мощно проседает по АМП. У него 600 всего. Это маг на секундочку. Серьезный интеллектуальный знаток шоу что где когда. Да, у Дезраптора вроде бы по интеллекту все хорошо. По мане, конечно, дресня полная. Потому что никаких артефактов нет. Арканы вроде бы должны насобираться, пока не покупает их АЦО. Скоро, когда у Пейла появится Диффузел Блейд. Бедный-бедный Дезраптор. У антимага прилетает Баттлфьюри. Постепенно по фарму что-то вырисовывается. Все равно на 2-1,5 тысячи Джею он проигрывает. 5 жпл без диффузов, без главного артефакта. У антимага главный артефакт, а это Баттлфьюри уже имеется. Дальше ждем Антостайл и прочее, прочее. Но на данном этапе антимаг свое вывез. У Джея только промежуточные артефакты. Хотя Владмир есть. Да, Владмир есть, в общем-то, вменяемый и более-менее серьезный артефакт. Ульта пошла от Девса. Очень сильно битая команда Минески, но выхиливается за счет Вич-Доктора. Марш здесь должен разваливаться. Под Сайленсом разваливается Марш. Скайросмаг перехвалили. Разваливается у нас Скайросмаг. Один в один подрались. Кио здесь глимсует у нас Вич-Доктора. И Штормспирит забирает Вич-Доктора. Записывает его на свой счет. Даблкил от Фени. 4-4-0 по золоту заработали. 2-9-9 Минески потеряли. Антимаг полторы тысячи имеет по голде. Я думаю, выход будет в Манта Стайл. Пожалуй, что так. У Фантом Лансера Диффуза уже прилетели. 380 сверху. Вот теперь мы посмотрим на битву Антимага и ПЛа. Без маны у нас Антимаг. Врыв у нас пошел в Кио. Промазывает Соник Вейвом Ку-Ку. Ку-Ку стоит под статик Штормом. Но, в принципе, дамажить-то некому. Джей готов драться. Доппельгангер через секунду будет разваливаться. У нас Дезраптор. Доппельгангер проюзали. Натсу здесь отрывает кабинет. Триплкил от Ку-Ку. 3-0 подрались. Джей живой. Джей сильный. Джей готов сражаться и разваливать Таура. 3-0. Квапа зарабатывает 1260 за этот файт. 20-19. Минески постепенно отыгрывают свое... То, что они уступали. Полторы тысячи проигрывали. Теперь полторы тысячи впереди. По экспириенсу практически та же ерунда. Графики как качели туда и обратно. Движутся у нас. Тролля загнали на миде. Тролль, конечно же, ченовский. Сумон, а никакой не герой. К счастью, у нас данная катка без тролля. Тролль уже в глазах. Скоро начнет мерещиться мне. Скайрос Маг. 4-5-5 идет. Хорошо. Хуже, конечно, чем 4-2-2. Но лучше, чем 4-10-10. Такая вот занятная логика. Так, давайте по шмоткам сразу пробежимся. У Марша появляется Форстаф. Есть рецепт на Юл. До Юла осталось купить Войтстоун. Если в Куре не летит он. Нет, в Куре у него ничего не летит. У Шторма тем временем появляется Оркит. Имеется 1000 сверху. Кюо. Собранный Яша уже летит ему. Зевс мы видели. Чен. Мега 440 сверху. В Курице. Чену. Ничего. У Фени появляется также Огр Клаб. Фени решил у нас пойти в Блэк Кинг Бар. Не лишено смысла. Тем более, что Квапа через Сайленс очень сильно напрягает у нас Шторма. Шторм становится, мягко говоря, бесполезным. У Куку тем временем Оркит есть. 3500 на руках. Вот это да. Куку фармит очень серьезно. Он на втором месте только проигрывает Джею. Где Джея? Джея здесь начинает драку. Джея разваливается под Статик Штормом. Правда и Фени очень сильно биты. И Фени у нас погибает. Марч очень сильно проседает по ХП. Через батарея Саут забирают у нас Марча. Клок забирает этот фраг. Два в два подрались. Кого здесь потеряли? Здесь потеряли Джея. Здесь потеряли Шторма. Но Джея ничего не заработал. А Шторм в этом файте денежек немного доподнял. По золоту, по экспириенсу немного. Здесь разницы. В общем-то, равноценный практически размен произошел. 23 минуты. 40 секунд позади. 22 фрага от Минески. 21 от МВП. Игра более чем ровная. Посмотрите, что творится. Все очень-очень контролируемо. Потому что один удачный файт, ты впереди. Один провал, ты начинаешь уступать столько, насколько был впереди. Пока что дерутся действительно в пользу то одной команды, то другой. У Наца. Так, 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 так. Нетворс мы с вами видели. По крепам. По крепам Кио. Ушел жесточайший глубокий фарм. Кио не попадает у нас, как я понимаю, ни в кого. Джесси Вош. Здесь просветили у нас антимага. Была попытка ворваться от Клокверка. Попытка ничем не увенчалась. А здесь антимага ловит. В соло. 5-5-9-3. И Кио должны разбирать. Скайросмаг забирает фраг антимага. Что вообще происходит? 25-ая минута. Скайросмаг в соло разбирает антимага. Возможно ли это? И по закону ли это? Ку-ку у нас. Соник Вейв. Зевс отправляется в таверну. Но Натс живой. И Фенни тоже живой. Ку-ку на лоу хп отсюда уходит. Ну доппельгангер пошел от Джея. Джея начинает разваливать. Иллюзии вгрызаются в Натса. Натс отлетает. РР тоже у нас погибает. Три игрока. Команды МВП в таверне. В спину у нас от Суофу пошел Ланс. Ну здесь от Суоф не уходит. Еще одна пассивочка. И даблкил от Джея. Дальше погоня за Фенни. У него нет маны. Это еще Лансер в него не ворвался. Все. Ланс бросили копье в спину. Фенни тоже развалится. Ку-ку не должен стелить. Ку-ку никому ничего не должен. Ку-ку стелит. Unstoppable от мидера команды Минески. И что более примечательно. Минус 5. И 1-4-8-8. Потеряла команда МВП в этом файте. И 1899 Минески заработали. Да. Забавно. 27-23. По голде Минески пошли в отрыв. 4 плюс по экспириенсу. 3 плюс по золоту. Кью-о с Яшей. Но это Яшей недостаточно на 26-й минуте. И опять же вспомните, что было у Джея на 26-й минуте. Тот, кого вы днарём прозвали в чате. У Джея было всё хорошо. У Фантом Лансера на данный момент тоже дела лучше, чем у Антимага идут. По фарму у него 13500. У Антимага всего лишь 10 тысяч. Он первый в своей команде, но третий вообще на карте. У Джея уже имеется. Алтимейт Орп и на руках практически собранный рецепт на Манта Стайл. Здесь поймали у нас Ку-ку. Ку-ку готов драться. Никого... Кто ещё кого поймал? Ульта пошла от Зевса. Болл Лайтнинг в спину у нас Ку-ку. Будут цеплять. Здесь уже готов блинк. И на блинках Ку-ку уходит гораздо дешевле. Он глимцует назад на сквапу. Сразу же врыв туда от Джесси Уоша. Дезвард валит вроде бы и неплохо, но все расходятся. Все живы, все расходятся. Джесси Уош влетел на верную смет. Хотел подсейвить своего тиммейта. Я говорю, конечно же, о Ку-ку не получилось. 27-25. 3000 изменения по золоту в пользу команды MVP. Графики это отобразят немного попозже. Что за экшен творят азиаты у нас? Азиатская дота. Вспомните, два, два с половиной года назад. Это же был шлак ужас. Боли и унижение для всех зрителей. Издевательство полнейшее. Теперь это экшен такой, который европейцы давным-давно разучились показывать. Фенинг имеет уже в стэше Митрилхаммер. И немножко осталось до рецепта на Блэк Кинг Бар. У Дизраптора потихонечку-потихонечку вырисовывается Форс Став. Ну, это необходимо против Скайрос Мага 100%. Мистик Флееры вообще не дают жизни Дизраптору. Он шесть раз уже умирал. У Антимага тем временем появляется Манта Стайл. Манта Стайл уже есть у Фантом Лансера. И 1200 сверху. Ну, набор артефактов разный, потому что немного разная реализация. Антимага и Фантом Лансера это все прекрасно понимают. У Нация тем временем Мека есть. Есть Аркан Бутс. У Зевса прилетает Яул. А Ганимом пока и не пахнет. Есть Сол Ринг. Зато есть Сол Ринг. Транквил Бутсы есть. Есть Форс Став и Скипетр Яул. У Скайрос Мага появляется Став оф Визардри. Я думаю, что это будет... Но тут тоже есть смысл приобрести Форс Став. Хотя не покупается Кольцо на Риген. Значит, Форс Став откладывается. Будет приобретаться Роту Фатос. В принципе, суть Скайрос Мага не выживать. Суть Скайрос Мага делать фул раскаст. А потом уже... Как Айс Фрог пошлет. У Клокверка. У Клокверка имеется Блэйд Мэйл. Есть Форс Став. Есть Пойнт Бустер. Готовится выход в Аганим. Куда ты? Белт оф Стрэндж. Белт оф Стрэндж у нас в Пауэр Тресс. Зацепили Джея. Джея очень быстро развалили. Здесь Иллюзии вроде бы еще и наваливают. Но Иллюзии недолго живут у УПЛа. Такой вот буст сделали персонажи. Доппельгангер сделали нереально имбовым. А вот Иллюзии чуть-чуть подрезали. И конечно же это правильно. Кью О стоял в деревьях. Позор, нищета и провал. Кью О отправляется на Рошана. Вместе с ним вся команда. Будут ли подходить? Будут ли драться без Джея? Врывается у нас Джесси Уош. Марша стараются развалить. Марш летает у нас в ветрах. Поднимает себя в Юул. Рассказ от Марша будет ли? Нет у него ульты. Ку-ку в него кричит. Соник Вейв в одного Зевса. Здесь начинает наваливать у нас Ку-ку уже по фене. Где Кью О? Кью О должен гонять Джесси Уоша. Да, Джесси Уоша у нас на лох ЭП. Забирает килл Дезераптор. Кью О бил, 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 бил. Пришел АЦО, взобрал фраг. Три в два пока что подрались. Антимаг уходит фармить под Т2. Рошан действительно откладывается на лучшие времена. У Антимага по золоту 1300 на руках. В куре. Ничего. Что примечательно. Кью О начинает догонять Джея. Джей в файтах немножко кисловатым. Выглядит. 3-5-6 у него. Кэда у Антимага 268. Боже. Кто еще кисловат осмотрится. Здесь такой кислобокий Антимаг, что жутко смотреть. Кью, конечно, реализует персонажа не так, как Джей в прошлой катке. По фарму провал. И по фрагам тоже ерунда неприятная. Ну, 8 ассистов. Тут понятно, что подприворовали немножко у Антимага. У Квапы тем временем имеется Ultimate Warp и 2500 на руках. Я думаю, что это будет контроль от Куку. Скорее всего, для Антимага придумают какой-то Хекс. 2600 на руках. Не появляется ничего по типу Персеверанса. Значит, не будем мы с вами Линку наблюдать. Если и будем, то попозже. Контроль получить на 30 плюс минуте над Антимагом, это действительно хорошо. Тем более, что Кью умирает, и он готов умирать. Он это уже показал. 268 счет у него. Новое что-то УВД. УВД 2000 остается до Аганима. У Клока 2300 что-то же летит. Нет. Джесси Уошь просто умирает. Джесси Уошь пока что не зарабатывает. У Квапы мы видели 3300 на руках. У Фантом Лайнсера 350 на руках. И Алтимай Торп. Я думаю, что Фантом Лайнсер у нас направился в Скаде. Во что же еще Фантом Лайнсеру направляться? Почему не Скаде? Да. Тоже. Все, в общем-то, ясно. Здесь Диффуза, но Диффуза... Ну ладно. Я думаю, что скорее всего Скаде все-таки будет у нас от Джея. Иначе Алтимай Торп вообще непонятно для чего покупать. Но здесь фармящие ребята мы видели у Шторма. Тем временем 660 на руках. Есть Блэк Кенг Бар. Один раз он его уже проюзал. И все. Контроль над Антимагом присутствует. Ку-ку в БКБ влетает. И дает Сайту в Вайс. Срочно. Срочнейшим образом. Дизраптору нужен Аганим. Надо как-то и выйдет. Все, что будет Квапа вносить. Разбирают у нас моментально Дизраптора. Также на ЛОХП у нас марш. Марш разваливается. Выкупается Дизраптор. Летит сюда на Т2. Мы попозже посмотрим, как он в драку вступит. Кио ходит. Вроде бы просто одним страйком в спину попали у нас Кио. Кио делает блинкаут на топ. И команда МВП в более чем половинном составе разваливается. Прилетает сюда Ациофт. Но просто посмотреть, как будут забирать Рошана. Потеряли ВД. Потеряли Скайрос Мага. Это не велика потеря. Здесь потеряли Зевса. Это действительно посерьезней. И посерьезней потеря Чена. Потому что Хэнд оф Гад не будет. Мекки не будет. Но два игрока команды Минески тоже в таверне. Не отправляется Минески на Рошана. Нет смысла. Там Кио, в принципе, нормально может рассказать Фантом Лансеру. Ну и Фантом Лансер тоже готов. Я, в общем-то, даже не знаю, на кого поставить. Вроде бы Джей и вообще Фантом Лансер, который не контрится, в кавычках, сильный. Но здесь Антимаг уже свои артефакты вынес. 3600 у нас у Кио. Он уже близко, очень близко к Джею. Проигрывает всего на 1500. Есть 3200 на руках. Здесь нужен контроль над Джеем. Надо покупать срочно башер. Надо как-то контрить Квапу, которая в БКБ, в общем-то, неконтримая. Надо как-то выжигать ей Ману. Ну, Маны тут не выжишь, конечно. Тут столько надо сжечь. Жуть просто. Квапе, в свою очередь, я думаю, агоним лишним не был бы. Тем более, что Дезраптор Зевс так хорошо сыпется от Соник Вейва. И врывы, прошу заметить. Джесси Уош врывается, как раз чудесно. 17 ассистов. 30 фрагов сделала команда 32 Минески. И 17 ассистов от него. Антимаг понял. Вот что думает себя Антимаг. 3000 у нас... Ну что, Кио? Что ж такое? Ах, позор. Давайте посмотрим на этот позор поближе. Как стоится? Нормально? Все, Антимаг отсюда отправляется. Который раз у нас уже Кио неудачно телепортируется в деревья. Еще и проесть умудрился. Одно дерево, не то, которое нужно для выхода. Позор и гонение. На три поколения вперед. 32-30. Графики. Ничего толком. 2500+, 2500+, все в пользу Минески. Это вообще не считается. Это эти два фрага, которые Минески выигрывают. По таворам, как дела обстоят. Два тавора стоит у МВП и четыре тавора стоит у команды Минески. МВП себе золото припасли. Если бы тавора забрали и два фрага сделали, то получается, что МВП получше фармят. Ванатворцу видим, что вроде бы у Минески все хорошо, но здесь сильно поседает по голде Ова. Начал проседать, сильно проседает РР по золоту. Выходят на Т2. Куку здесь поймал Марша. Марша выхиливают. Хенд оф гад плюс Мека. Все это в одного несчастного Зевса. Я думаю, поплатится команда МВП за то, что только что сделал Чен. Нац все, что можно проюзать, проюзал. А здесь хайграунд начинает сыпаться. И что теперь делать команде МВП непонятно. Куча иллюзий. Джей собирается драться. Хила нет и не будет. Здесь у Вич Доктора хил на фул вообще имеется. Под ноги статик шторм. Джей вроде бы по ХП проседает, но не так-то сильно. Марш у нас. Влетает Ветра. Дезвард ставится по Фене. Штормспирит на половине ХП. Забрали только Скайросмага. Не успел вкастоваться у нас Ова. Гонят команду Минески. Гонят спину. Гонят поганой метлой. Разваливается у нас РР. Джей уходит у нас в Доппельгангер. Начинает наваливать нацу. В это время где Кьюо? Кьюо бьет у нас Джея. Кьюо Джея убивает. Вот и пожалуйста. Антимаг. Антимаг с Баттлфьюри разваливает у нас Джея. Четыре в ноль. Думал я уже хоронить команду МВП. Нет хила, нет хила. Нахрен вообще этот хил не нужен. Кьюо просто бежит и просто бьет. Антимаг законтрил у нас Фантом Лансера. Добро пожаловать в новую эпоху Доты. Ай оф Скади появляется у Джея. Но все это опять же. При таких файтах это не имеет никакой перспективы. Кьюо без Владмира. А здесь вот действительно Владмир мастхев. Потому что посмотрите что творится. В принципе для подсейва Блэк Кинг Бар есть. Почему нет? Почему нет? Почему ты не взял антимаг? Возьми же. Кьюо решил не брать. Аегис, аегис оставляют у нас Шторм Спириту. Видимо. Даже не знаю почему и зачем. Ну ладно. В принципе Шторм Спирит умирает. У Шторм Спирита Фуллмана становится. Шторм Спирит может себе позволить побольше полетать в Боллайтнинге. У Ку-Ку. Так у Хукекс еще появляется у Шторма. Не успел дать сразу. Даст после потерянного Эйджиса. Все. Теперь мув понятен. Уже не успеваю следить за развитием событий. Тридцатая минута прошла давным-давно. Семь минут уже сыграли после получаса игроки обеих команд. Это то о чем я вам говорил. Битва Титанов начинается очень скоро. У Джея дохрена дамаги. И 215 плюс 32. Считайте. 250 практически. У Антимага. У Антимага под 300 вообще дэмэдж со зверюшкой, которую к нему привязали. 325. Ну Антимага чуть-чуть поменьше конечно чем Джея. Что готов врыв от Ку-О. Ку-О собирается драться. Он не хочет вообще здесь ни с кем разговаривать. Ку-О просто бьет Джея. Джей проседает у нас по ХП. Статик Шторм идет от Дезраптора. Джей на лоу ХП бежит отсюда. Где Джей? Джей умирает. Джей умирает здесь в куче. Ку-О продолжает жить. Ку-О просто разваливает команду Минески. Ку-Ку. Вот здесь бы башер не лишний. Башер имеется у Ку-О. Башер... Ой, башер Ку-О прекрасно знает и лучше меня знает, что надо фармить. Антимагу все очень хорошо для команды MVP. Складывается на данном этапе. Они переворачивают катку. С 5 тысяч поражения уже за 5 перевалили в плане выигрыша. И после снесенной стороны будут, скорее всего, в большущем преимуществе. Сразу же на топ, блин, у нас клацают игроки команды MVP. Так и надо. Надо сносить топ и потом уже будет драка. Джесси Вош попытался у нас забрать Ку-О. Не надо Ку-О бить в Блэйд Мэйл. Можно и развалиться. Ну, никто здесь просто так не развалится. Ку-Ку. Ку-Ку погибает. Погибает у нас также Джесси Вош. Минус 4 на данном этапе. MVP, кроме антимагов, все живы. Есть кому бить Таура. Здесь нормальный у Фенио с руки. 200 с лишним. Есть у него Сайленс. Есть у него Аиггис. Можно все это разменивать. Просто стоят Рахиты и бьют Башню. Ку-О умер, но дело его живо. Ку-О продолжает... Не Ку-О продолжает. А команда MVP, разумеется, продолжает разваливать Таура. Теперь разваливать игроков. Команда Минески. На лоу ХП у нас Шторм. Шторм сейчас на фуллману Вову влетит. 100% полетит. Нет? Да, полетел. Через Болл Лайтнинг забрал Скайра Смага. Ну, знаю же, что полетит. Дабл Клик сделай на персонажей. Посмотрим красивый фраг. Ладно. 150 человек на 2 подрались MVP. Потеряли двоих. Потеряли Зевса. Потеряли Антимага. Здесь сколько раз кто умирал и выкупался, я даже не считал. Заходили MVP. Когда проигрывали 32-30, по-моему. После этого, сами видите, 41 против 34. Двоих потеряли. И 11 безответных фрагов... Ну, не безответных, да. Просто 11 фрагов сделала команда. Most Valuable Player Phoenix. Вот это азиаты. 12+, 14+, по экспириенсу впереди MVP. Всю игру устраивали Сосалити. Теперь решили мстить команде Миннески. Жесть, жесть, жесть. Полнейшая. У Наца появляется Аганим. Здесь уже сумасшедшие драконы. Где Голем? Где Голем? Где Голем? Здесь скоро появится Голем. Скоро он будет бегать вместе с Нацом. Больших зверей привел у нас Нац. Большие звери готовы сносить Аварак. Его тоже ко всему, в общем-то, готов. 3400 у него на руках. Скоро увидим Абисал. И тогда у Квапы невероятные проблемы. Просто влетает на голову. Квапе у нас Антимаг дает Абисал Блейд. И после этого Куку не выживает. Вроде по МП все хорошо, но мы прекрасно знаем, что по ХП проседает Квапа невероятно мощно. Антимаг имеет нереальную скорость атаки тут. Абисал Блейд уже, наверное, должен быть. Кио себе на байбэк решил оставить. Зачем? Айгис Шторм потерял. Дорошана еще. Еще 4 минуты. Пока что Рошан нас не интересует. Так, так, так. У нас Нетворцы пропали. Вот, пожалуйста, Антимаг на первом месте по Крипстату. 328 опережает он Джея. По Нетворцу Антимаг уже в топе. 22 тысячи. У Джея 19, ну, 20 тысяч. Всю игру действительно терпел у нас Кио, дотерпелся. 5-7-14 у него счет, но он настолько грозное оружие в руках команды MVP, что Джея вообще не всплывает. У Джея есть Скади. И тут у меня вопросы по поводу Фантом Лансер. Не контрится. Огромнейшие. Ломаем шаблон, разрываем шаблоны и ломаем всю систему игры Дота 2. Антимаг начинает наваливать Джею в соло. И прошлый врыв, вот здесь вот, когда мы наблюдали, это все доказал. Антимаг ворвался и вообще без печали начал разваливать Джея. Возможно, будет сейчас примерно так же. 1900, переключи костыль на силу. Тимаг еще продолжает бегать с Пауэр Трэдс на ловкость. Может, просто забыл, может, под цвет глаз себе подбирал костыль. Нет, Пауэр Трэдс у него все-таки кликабельный. А значит, и сила. Что такое? Просто меняется Пауэр Трэдс. То ловкость, то интеллект. Все, да, силу я видел. Сила проскочила, показалось, что ПТ каким-то образом научился Кио. Туда и обратно переключать. С ловкости на силу, с силы на ловкость. Точнее, с ловкости на интеллект, с интеллекта на ловкость. А не по кругу. Видимо, я неудачно попадал. Ладно, это уже какой-то маразм начинается. У Зевса появляется Бладстоун. У Чена есть Аганим после Аганима 1200. У Антимага... Так, это все запомним, что у Квапы появилось. У Антимага Абисал есть 1000. Сверху также имеется у Шторма появляется Сайт оф Вайс. И 2000 еще сверху Плейт Мэйл. Шторм готовится у нас выйти в Шивас Гвард. У Дезераптора Аганим. Все, Квапа бесполезная. Квапа просто не решает. Если под ноги Статик Шторм ставится, Квапа не может заюзать ни хренищеньки. Класс. Команда MVP заходит на вражеский Тауэр. Ну должна же, ну... Нет, не заходит у нас MVP никуда. Пока что просто бегают, присматривают кому бы что купить. По золоту 14 плюс для MVP. По экспириенсу 15 плюс для тех же MVP Феникс. Прошлая игра закончилась в пользу Минески с невероятной доминацией Джея, который отыгрывал на Антимаге. В этот раз Антимаг со стороны команды MVP. Антимаг здесь действительно решает. 2000 на руках у нас у Антимага. Байбэк должен быть... Нет, 120 не хватает по золоту Антимагу. 24-й левел. Кюо уже достиг всего, чего только можно. Можно баллотироваться в Мэры Доты с таким количеством денег и с таким количеством... С таким левелом. С таким количеством шмоток. 363 видим по Крепстату. У Джея 330. Джей тоже хорошо себя чувствует. 3500 у него есть на руках. Но что-то мне говорит, что Джей не всплывет здесь при удачном врыве от команды MVP. Под ноги статик шторма и Джей действительно контрится. Джею нет вариантов выходить из статик шторма. Никаких, если только Доппельгангер. Доппельгангер. Сразу название у скилла. Доппельгангер. Блевота какая-то. Так, Вичдоктор приобрел себе Аганим. У Квапы мы все видели. Для Уквапы очень много всего. Но все это может нейтрализоваться одним простым скиллом под названием статик шторм под Аганимом от Дезератора. У Шторма. Ой, у Шторма, боже. У Скайрос Мага. Ставфа Физода имеется. 500 на руках. Ну, готовится выход в Ротов Атос, наверное. Или, может быть, все-таки Форс Ставф Шторму приобрести, чтобы выживать и успевать хоть какой-то рассказ давать. Да, Ротов Атос бессмысленно. Тут цеплять уже просто-напросто некого, потому что MVP давят, и они нападают. Зверюшки Чена ходят везде. Огромные звери. Стан от Кентавра. Дэмэдж сплэш от Дракона. Голем, который дает по ХП. Дофига игрокам команды MVP. Антимаг, у которого 3700 на руках, и практически все. Тут Тараски не хватает, разве что. Или, или, или. Или Баттерфляй, скорее всего. Потом Лансер вряд... Так, у нас Соник Вейв пошел в Фенни. Фенни живет. Еще Статик Шторм под ноги. Фенни умирает. Здесь Статик Шторм под ноги. К Локверку пошла драка на хайграунд. Команда MVP. Развалили у нас. Разваливают постепенно Джей. Акью опыт Battle Fury наваливает Джей. Все. Все очень, очень просто. Контрится у нас Джей. И контрится у нас Фантом Лансер. И контрится у нас вся команда Минески. Одного Дизраптора. Разменяли сразу на двух важных героев. Я говорю, конечно же, о Вич Докторе. И я говорю, безусловно, о Фантом Лансере. Заходит команда MVP на хайграунд. Байбеки. У Лансера нет байбека. 70 по золоту не хватает Лансеру. Как так получилось, непонятно. Кио разваливает у нас вниз. Ой, точнее, вверх. Низ развален. Мид постепенно сыпется. Кио надо отправляться на Тауэр. На бараке, точнее, на миде. Ну все. Чем отбивать мега-крипов? Ничем не отбивать мега-крипов. Можно писать ГГВП. Мега-крипы для команды MVP. Они так плотно терпели. Огромное количество времени. И дотерпелись. Кио свои артефакты выформил. 6400 на руках у антимага. Он развалил в щи вообще. Развалил у нас Фантом Лансера. И причем не на своей базе. Не на хайграунде у нас. Дрались минетки. Подстряли на хайграунде за рекой аж. Там за рекой. Это какая-то песня у Малинина была. В голову пришла. Все, забыли. Еще не будет 17 секунд у нас Джея. Ну а тут, понятное дело, трону 17 секунд будет достаточно, чтобы упасть. Джесси Вош постепенно сыпется. Фени здесь стараются развалить. Появляется у нас Джей. Джей постарается наца убрать. У него все получится. Кио просто бегает вокруг Таура. Надо убивать трон. Да, Кио блинкуется. Кио разваливает трон. Плюс здесь были драконы. Плюс здесь Кентавр стоит. Как вкопанный. Поздравляем команду MVP с победой. Смогли они отобрать 1 поинт у игроков команды Миннески. По итогу этого файта ничья. Кто там ставил Арканы? Кто ставил свои шмотки на ничью? Поздравляем. 1-1. Становится счет по поинту. Команды заработали. Все. На данном этапе. Дневное время у нас закончилось. Постепенно перенесемся в вечер. Но это будет попозже. На данный момент. Не забывайте. Заходите в группу. Пока нас много. Нажимайте подписаться. Добавляйтесь в друзья. Администратору. Пообщаемся. Отвечу на все вопросы. Заходите на YouTube. Тоже нажимайте подписаться. Смотрите. Воды. Воды с данного турнира. Join.mlg Pro League. Все моим голосом. Все с моими фейлами, шутками и всем остальным. И конечно же. Оставляйте лайки под видео. Отвеча. Для нас это очень важно и очень полезно. Чем больше вас, тем больше у нас удовольствия комментировать для вас. У микрофона друг. Это студия Игрокам ТВ. Меньше играйте в доту. Больше читайте книг. До вечера. Услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok